МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работать он должен до 15 марта. Прямо сейчас на ваших экранах вы видите карту Киева, территории и районы, которые заняты до сих пор протестующими, ну и также точки, с которых полиции, точнее киевской милиции, их удалось оттеснить вчера ночью. Но дальняя баррикада у кабинета министров была разобрана бойцами Беркута. Там находились сторонники в основном партии Батькивщины и Арсений Яценюк. Никаких серьезных столкновений на этой точке Киева не было. У улицы Шелковичной находились в большинстве сторонники Виталия Кличко. Его партия «Удар» Виталий Кличко также не стал со своими сторонниками оказывать серьезное сопротивление. Очень быстро увел людей. Кличко также уводил людей, как вы помните, с Банковой улицы, когда происходили столкновения в администрации президента. Впрочем, в этой части Киева чуть позже. Более-менее серьезные столкновения возникли лишь на третьей точке, на перекрестке улицы Лютеранской. Там находились наиболее горячие традиционно представители оппозиции. Это сторонники партии «Свобода» Олега Тягнебока. Именно там возникли столкновения. Но, впрочем, каких-то серьезных боев и полномасштабной уличной борьбы в Киеве не получилось. В результате дальние подступы к Майдану и баррикады, которые, скажем так, блокировали периметр правительственного квартала, удалось снять. Осталась, пожалуй, одна выдвинутая баррикада. Вот у той самой Банковой улицы. Видите, она немножечко выдается от общей территории Майдана. Скорее всего, ее бойцы Беркута и внутренних войск трогать не стали, потому что она находится в прямой зоне доступа от основного района группировки оппозиционных сил на Майдане, на Залежности. Это меньше пяти минут ходьбы. И если бы туда ночью пришли сотрудники Беркута или солдаты внутренних войск, могли бы начаться уже полномасштабные столкновения. Ну и вот сейчас ситуация, как вы видите, вернулась в состояние прошлых выходных, когда оппозиция контролировала сам Майдан на Залежности, также здание городского совета, собственно, мэрии, ну и, собственно, вот этот вот один блокпост с баррикадами у Банковой улицы.